всем привет вы на канале буро гараж 35 так сегодня у нас получаться по делам те техники и сегодня у миши мишки квадрик квадрик нету короче не запускается мотор обычная проблема с релюшками на квадроциклах штатное реле просто щелка потихонечку все вот это роли тоже просто щелкает и все на самом деле релюшки работе я только что снял релюшку еще с рима то же самое их три месте на так сути вот просто щелкает и все взяли купили автомобильную рлюху вот такую но она обычная реле 12 вольтово на 70 ампер она идет газель volga газель volga сейчас миша прикрутить и покажем этот самый схему подключения и с этим роли уже все работает нормально но это все происходит скорее всего мое мнение вот то же самое на рамки и тут то же самое с ручного стартера 500 мотор не продернуть не продернуть значит как я понимаю не срабатывает центробежный декомпрессор то есть который стоит у нас башке на выхлопном распредвалу соответственно стартеру очень тяжело делать пуски провода греются провода греются ну и очень быстро даже вот такой аккумулятор это у нас на ночь 45 амперный 60 ампер часов но очень быстро садится то есть зарядка есть показывает зарядку 14 но пусков 10-12 и высаживать вот этот аккумулятор то есть схема подключения дойдут у нас от квадрика вот плюс силовой это у нас от аккумулятора потом плюс пошел на вниз не смотрите что он черный но это плюс на стартер то есть это получается плюс от аккумулятора подключаем к 30 контакту плюс на стартер подключаем силовой на 87 контакт 86 и 85 это у нас кнопка управления вот черный коричневый провод черный коричневый провод в проводке квадриков они здесь желто-синий и синий и остается у нас плюс на все потребители квадроцикла это у нас два красных их подключаем через колодку предохранителя берем плюс с основного от аккумулятора ну и соответственно через предохранитель просто их запитывать все ну-ка масса есть не не все правильно она так так и вот круче это вот это из-за того что видите декомпрессора нету он как заглушить так вот такая ситуация у кого есть это можете не грешить на аккумуляторы не на стартер и не менять стартера это именно парень не пусковой декомпрессор то есть тут делает даже не ну в роли может из-за этого выгорают релюхи то есть они подгорают контакты и потом они вообще перестают работать вот час стартер начинают постоянно не отключаются удочился стартер он начинает мотать нужно когда жужжит пока ну то есть это залипает залипает сейчас мы нового поставили но у вас соответственно контакты хорошая она не подгоревшая пока она короче не подгорит она будет запускать как-то концу подгорит снова не будет ничего работать вот как-то так на разбирать мотор смотреть как устроен пусковой декомпрессор и соответственно его ну или менять раз приду она вместе с приду вам я как бы смотрел на рынку вместе с распредвалом идет сам декомпрессор он там стоит на распредвалу выпускного и принцип работы он центробежный то есть там есть пружинка может две пружинки это пружинка может одна из двух лопнула или просто подкусывает декомпрессор вот как то так и все и пока вот это не сделаешь это будет постоянно так сказать танцы с бубами будет постоянно с севшим аккумулятором у меня у друга пятисотка это же пятисотка а семисотка на вид тоже точно такой же скоро у нас появится на канале на следующей неделе я его привезу пятисотка у его вообще легко продергиваться у второго друга 800 gt max который у меня был на ремонте да он легко продергиваться а вот это семисотка со стартера с ручного не продергиваться и пятисотка сейчас ремка который уже стоит там еще тросик этого ручного стартера веревка лопнула до чего клиента дергал но она не продергиваться она продергиваться в том случае то есть стартер кнопка провернуть мотор не может да он такой а ты просто кнопку нажимаешь и в этот же момент подергиваешь ручным стартером и легко запускается когда будет то есть покатаешься ну как полез туда покатаешься немножко то есть аккумулятор нормально вообще зарядится он с первого раза как бы подаст и прокрутит как только там раз пять запустил подряд все она опять чуть аккумулятор подсел все опять перестанет спускаться 5 будет щелкать 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 потом запустить так квадрик один сделали на 2 поставил лебедочку все нормально работа и с продолжаем с бурановским мотором купил два подшипника тоже фиби g 204 и втыкнем их как как ставить уже показывал есть видео на канале есть на карабе посмотрите или прикреплю сейчас где-нибудь справа слева сплывет окошечко на видео на замену подшипников кричатки так подшипники ставим таким образом берем подшипник берем отвертка потихоньку открываем его смазка как бы вроде бы есть это хорошо так берем берем газовый баллончик можно феном это сделать и феном долго газом это делается гораздо быстрее гораздо быстрее и эффективнее ожидаем подожди греем тут натяг не очень сильный потуху еще раз поджигаем еще раз прогреваем алюминий алюминий остыла от быстро поэтому лучше погреть по сильнее маленько нам успеть два подшипников тихонь и это сделаю без камеры и не забывайте парни и вот лежит про мес подшипников не забывайте ставить вот это колечко если его не поставить то зажмет подшипники при затягивании кричатки все ставлю выключаю а потом покажу результат все у нас собрано дайковерт затянуто положены все те же шайбочки обратно и сейчас у нас крича . крутится идеально замечательно можно ставить ее на мотор сегодня уже темно сегодня уже запускать не будем сегодня провозился с этим квадриком вот с этим квадриком с ним расскажу завтра сегодня уже не буду показывать ничего и повозился с этим квадриком с тем квадриком у мишани ну и вот только успел вот это поставить и все больше ничего ну соответственно съездить замок в магазин купить два подшипничка что у меня закончились 204 это все подшипники закончились на сезону будет под закупиться чтобы по 10 раз не ездить пусть они лучше будут в наличии лучше когда детали есть наличие ремонт и происходят гораздо быстрее до завтра следующий день моторчик практически готов осталось поставлю сейчас карбюратор и решил переделать у меня здесь сделана подставка ну для запусков мотора до постоянная беда у меня тут 8 анкера и постоянно анкера эти вытаскивать из стены ну плохие анкера короче и сделано снизу только одна нога ну решил надо переделать надо переделать усилить и получается сейчас сделаю приварю вот так стене стойку и уже отсюда сделаю раскосину чтобы и на 4 анкера закреплю анкера вот такие будут 12 других нету но эти будет нормально держать сто процентов как то вот так то есть как не день так задача вроде бы на сделать сразу чтобы потом сезон не мучиться сезон по-любому предполагаю что будут будут ремонты надеюсь на это поэтому надо сделать сразу сейчас отрезаем там и переделывать пацаны вообще ребята все так воды загнал обратно сейчас пойду до магаза скажу так сейчас будет крепче гораздо крепче будет и уже вибрировать так не будет а то было на той одной палке ну мотор вибрировать и вовчаться аж анкера вытаскивать каждый раз на перед тем как запустить мотор каждый раз надо было анкера подтягивать и уже они практически их вытащил из стенки вот эти анкера тоже ну говно вроде тянешь вроде бы еще подтянуть надо раз анкер ломку из пяти анкеров три штуки оборвал пришлось рядом засверливать шайбу побольше и подтянуть так ладно сделалось и сделалось красить даже не буду все сейчас время обед чуть больше даже обеда надо съездить перекусить и будем будем делать запуск и под настроим зажигание выставим карбюратор подстроим все останется пока упаковать его и отправить а дальше будем заниматься рмкой рмкой маленький квадрик я согнал к миша пока в отстойник местечко есть поэтому к нему согнал там пусть там постичь от не мешался все поехали обедать и будем дальше потом работать запускаем запустили работа то есть вариатор вариатора вот так работа нормально то есть вот я руку держу центробежное сцепление срабатывает обороты принципе хорошая передачи нормально на им включать дальше смотрите если плавно и вот конце есть звук а если плавно спустить газ то есть смотрите так 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 ситуация вариатора не греется то есть все четко работа откручиваем откручиваем и пробуем без без ведомого вариатора выкинем этот вариатора ну груза чтобы попробуем это у нас все таки может это центробежное сцепление так быть с этим забыл как называется ну меня поняли сейчас помню в следующий раз скажу как называется обгонная муфта вот вспомнил то есть обгонная муфта может так быть но звук вроде бы как идет отседало то есть сведомого вариатора сейчас разбираем и смотрим короче поставил вариаторы на место проблема тут как я понимаю ну наверно сто процентов сейчас я вам покажу сто процентов это у нас обгонная муфта обгонная муфта и колокол сцепления скорее всего это надо разбирать но клиент так хочет покататься выходные соберу обратно все соберу обратно все и этот самым сейчас я вам покажу что происходит то есть запускаем любите то есть уже обгонная муфта скорее всего она срабатывает сразу то есть вот она берет но но еще разок продемонстрирую не получилось на чип и встала то есть но она встала в зацепление до обратно проворачивать скорее всего что это она есть больше нечему или же обгонная муфта или же сцепление само вот еще он не такой клиенты такие интересные просто я не могу заказывая а не разбирая то есть не видя что сломалась заказывать запчасть тоже как бы ну как так как закажет запчасть не видя что сломалась может это просто это уже может сцепление само может сцепление открутилась то есть на разобрать но человеку надо выходные покататься поэтому собираюсь обратно собирая все обратно отдаю приедет следующий раз запущен зажигай настроен не знаю что вам не смешно я только что стопоскоп сейчас покажу чисто для семена для отчета сейчас обороты чуть побольше я то сам беруша поэтому мне так сильно не слышно как вам что на вас код все дадим сережки телефон снимать напомним скажи всем привет привет только что заглушен был этим затыкал у меня к этому коммутатору нет глушилки подвязаться ну может со второго раза мы с первого с первого с первого залива потому что в этот раз масло столько наворотилось вообще нормально что с первого с первого с первого не не просто не гушу рукой еще не слышу может арук по зажиганию сейчас получилось где-то на маленьких оборотах он еще то есть мотор новый он нестабильно работает на холостом понятное дело что не так обкатан то есть ему еще достаточно сложно и быстро греется но соответственно у меня и обдув не подключен самое тяжело крутиться поэтому холостые плоховато держит это соответственно на обкатку пройти на таком более-менее стабильном сейчас холостом малом держит где-то 18 градусов 18 градусов ну немножко еще сейчас буду там все равно у меня шайбы нету чуть-чуть еще буквально миллиметрика полтора за позднее зажигание вот все четенько все мотор готов чинка сейчас ну еще потарахтит у нас сейчас думаю убрать а можете не буду брать ветер вроде . вы дождем прошла может час и капнет там тоже поэтому пакуем его и сема жди встречай везем в транспорту и так парни блин не получилось думал отправить пэком отправить по там чтобы не ехать другой конец города но оказываться пока нету терминалов в якутске и поэтому так и поэтому мы поедем придется ехать совсем другой конец города и отправлять заеду в энергию сначала не охота в кит опять ехать китом вот он полтора месяца шел но может сейчас быстрее в тот раз мы попали на этот раз мы попали на на переправу то есть то ли зимник расставил то лечо как не знаю не в курсе но долго из-за этого скажешь вот если есть в энергии якутска отправлю лучше энергии если нету то опять также через кит отправлю принципе там доставка по моему тысячу или 2 600 выходил или чуть такое там еще страховка груза сделали ему семену поэтому можно немножко подешевле подешевле это все доставку сделать как-то так город якутск у нас есть в энергии пошли сдавать груз потихонечку так все мы все я сдал двигатель сдал в коробке карбюратор бензонасос все провода все коммутатор там в коробке выхлоп впускной коллектор коленвал замотал вот в таком сделают об решеточку и стрейчем замотают все короче встречай